Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Завершается самый короткий месяц. Зимы и погода уже весенняя, но в горах Карачаева-Черкесии лавина опасна. Подробнее о погоде расскажут синоптики. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. В горах будут порывы до 10-14. Температура ночью минус 2 плюс 3. В горах до 7 градусов мороза, а днём до 18 градусов тепла. И местами плюс 5-10. В Черкесске без осадков. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Температура ночью минус 1 плюс 1. Днём 16-18 градусов тепла. Сады Карачаева-Черкесии завоевали золотую медаль на 29-й международной выставке продуктов питания «Продэкспо-2022». В номинации «Лучший продукт» золотой медалью была отмечена груша помологического сорта «Ксения». Напомним, «Продэкспо» – крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. Выставка проходила в Москве. Свою продукцию представляли более 2000 компаний из 54 стран мира. Недавно на телеканале «Культура» вышла программа под названием «Вкус абазинской халвы» из цикла «Любовь, моя Россия». Программа была посвящена традициям и обычаям абазинского народа. Участником данного проекта выступила руководитель отдела «Семья и дети» объединения «Лошара», координатор работы женсовета организации Нателла Джимакулова. И в эти минуты в нашей студии обо всем этом Нателла расскажет мои соведущие Белли Джозаевой. Они уже в нашей гостиной. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро, Нателла. Я благодарю тебя за то, что ты нашла время. Я сегодня пришла к нам в гости. Повод для нашей с тобой встречи, он очень хороший. Потому что не так давно на канале «Культура» вышла программа из цикла «Любовь, моя Россия». Программа называлась «Вкус абазинской халвы». Ты стала участником этой программы. Мне бы хотелось узнать, кто тебя пригласил на эту программу, как ты туда попала, как о вас узнали, о чем вы говорили, как все происходило. Я являюсь координатором женских советов, абазинских аулов при организации «Ноула Шара». И мы в 2020 году выиграли президентский грант, который на написанный проект «Абазинские традиции молодым хозяйкам». То есть мы не преследовали цель. Мы хотели через этот грант, современным путем, всеми известными, в силу обстоятельств, которые произошли эти года, мы были ограничены в проведении каких-то более масштабных мероприятий. И мы решили немножечко видоизменить проект. И мы его перенаправили на снятие роликов абазинских традиций и обычаев. Мы сняли три мастер-класса абазинских блюд и три обычаев. И вот первый у нас был ролик, он был посвящен традиционной абазинской халвы, которую готовят именно в день свадьбы, свадебную халву. Мы попытались максимально реконструировать так, как ее делали именно в старину. И полностью сопровождающий цикл традиционных обычаев, которые проходили, мы все это воссоздали в ролике. Он у нас получился таким интересным, колоритным. Мы сами очень вдохновились. И более того, мы пытались сохранить для наших молодых будущих абазинских хозяек, но, оказывается, нас смотрят в Россию. И нас очень сильно удивило этому, что такой интерес проявили к нашим роликам. Мы позвонили в руководство, и они более детально об этом обговорили. И руководство решило, и женсовет в целом, решили, что бы я поехала туда на передачу. А как вообще это была запись, это был прямой эфир? Как все происходило? Кто был автором программы, кто был ведущим программы? Ведущей программы был Пьер Бароше. А продюсер программы была Марина Петронянц. У нас довелось немножечко пообщаться до программы. Это была запись. Но она говорит, я была как будто с вами и снимала вместе с вами эту передачу. Настолько качественно, ярко, динамично вы сняли. Имеется в виду ваши фильмы? Да, им очень понравились наши ролики. И получается, я дополняла ролики. То есть рассказывала о них и ролики вставляли. Наш же материал показали уже. Какой хронометраж был у программы? Получасовой. Хотелось бы узнать о реакции наших местных людей, кто видел вообще ваших зрителей. Ну, у меня и у женсовета, и вообще у организации в целом было сначала удивление, что вот мы, нам удалось привлечь внимание к нашим скромным роликам. Но оказалось, мы интересны ему, в России, в нашей традиции на самом деле. И более того, и даже после этого последовало еще одни гости приехали. Другая передача «Вокруг света» называется. Это из Екатеринбурга приехали к нам и снимали. Это тоже, вот как первое укладывание ребенка в люльку, женщины тоже показали в населенном пункте. Они прям хотели, это как в семье происходит, то есть не постановочно, а именно вот в настоящей семье, как этот обряд проходит. После этого тоже сняли. Так и получилась, цепочка получилась у нас, вытекающая. А как вы снимали эти ролики? Кто в них участвовал? Участвовали актив села, желающие. Я собирала информацию, писала сценарий. Мы с женщинами потом это, можно сказать, немножко даже репетировали. И сами же женщины участвовали в этих же роликах. В основном постановочное все было. В основном постановочное. Но мы, почему это показываем? Мы пошагово, что означает тот или иной обряд. Почему именно эта еда символизировала для этого обряда. Мы вот это все сопровождали. Но тут, мне кажется, самое главное, людям интересно, как это происходит у других народов. Да. И тем более это как-то и колоритно. Да. Маленький народ. И вот какое-то взаимодействие идет. Ну, сейчас бы я хотела немножко поговорить о вашем женсовете. Я знаю, что не так давно вы отметили юбилей. Да. Какие итоги у вас? Ну, итоги хорошие. Поначалу, когда мы вот в 2016 году, Мусаха Балищик-Зыков, наш руководитель, наш президент организации, он собрал женский актив, с которыми он хотел обсудить ряд актуальных вопросов, касающихся сохранению языка, традиций. И более того, что женщина, она более ответственно подходит к таким вопросам, щепетильнее, он собрал их и поставил перед ними такие задачи, чтобы во всех населенных пунктах были ячейки женсоветов. Даже я, смело говорю об этом, даже я была немножечко поначалу, мне было даже страшно, а получится у нас, пойдет ли интерес вызовемый у людей. Но так или иначе, у нас удалось создать эти ячейки женсоветов. Кто-то немножечко скептически к этому относился, кто-то воодушевленно. Но придумываем мероприятие. И у нас получалось как? Через мероприятие у нас удавалось объединить людей. Или какое-то определенно касающееся традиции мероприятие проведенное, сами женщины вдохновлялись. Более того, через какой-то определенный момент другие женщины активные сами начали проситься в наш женсовет. И у нас пополнился он более креативными, талантливыми женщинами. У нас очень поэтессы, гармонистки тоже. У нас очень весело. Мы и полезной работой занимаемся. В период эпидемиологической ситуации женщины очень хорошо себя проявили. За что мы ему очень сильно благодарны. Они сами скооперировались, написали списки нуждающихся в своих аулах. Все равно каждый в своем ауле знает ситуацию в целом. Они не дождались чьей-то помощи. И сами, своими же силами, продуктовые пакеты носили, лекарства. Потом с Масой Хабальевичем у них был скайп. Они предоставили ему списки. И они все вместе осуществили закуп медицинских лекарств. То есть и оборудование, и лекарств. И распространили в своих населенных пунктах. В общем, женсовет работает. Да. Пять лет уже. Пять лет. Это уже такой определенный этап. И еще, возвращаясь к вашим роликам. Я думаю, вы не про все обычаи успели рассказать. Наверное, вы будете продолжать? Да. Более того, у нас эти ролики очень сильно вдохновили. И мы планируем по весне. Сейчас мы подготовили пошаговый сценарий. Мы хотим снять наполовину художественный, наполовину документальный фильм. Абазинская традиционная свадьба. Как она была. И все сопровождающие. Реконструировать пошагово полностью. И об этом всем рассказывать. Думаю, вас опять пригласят, может быть, на другую программу. Это тоже будет очень интересно. Я желаю женсовету и лично тебе успехов. Спасибо большое. И спасибо, что была гостьей нашей программы. Спасибо большое. Поучаствовать в конкурсе чтецов Корана или просто послушать аяты и суры и священного Корана в соборной мечети у Джигуты собрались горожане и жители со всего района. Конкурс проходил в четырех возрастных группах. В шести номинациях и среди профессионалам. Участников было больше 50. Изучить Джигуты. Репортаж Аллы Динаевой. Выучить арабский язык и обучать чтению других очень важно для каждого мусульманина, чтобы читать священную книгу Коран, сказал, открывая мероприятие Каде Джигутинского района Айтек Батчаев. Гостей на конкурсе было много. Всех их объединяло одно неравнодушие к духовному развитию молодежи. Это благоугодное дело читать Коран и учить читать Коран. Каждому участнику, который здесь читает, я желаю, чтобы они стали все хайфзами Корана. А у вас, которые преподают, очень много было учеников. Таких мероприятий было очень много. Станете вы победителями или нет, это не главное. Все сегодняшние участники уже выиграли, потому что вы знаете арабский язык, и пусть Сивышний дарует вам и вашим родителям благо, сказал депутат Народного собрания Республики Расул Кубанов. Первыми возможность показать свои знания предоставили девочкам до 10 лет, а участниц было 11. Некоторые участники и здесь продолжают готовиться к конкурсу, а проходил он в четырех возрастных группах и шести номинациях, а также среди профессионалов. Аяты и суры из Священного Корана выборочно разрешали читать самым младшим участникам, девочкам и мальчикам до 10 лет и с 10 до 15 лет. Я готовил суру Фаджер, она достаточно длинная, но я ее более-менее знал, решил закрепить ее и прочитать здесь, на конкурсе. Я читал суру Альбуроч, она размером с лист. Я ее знал, во время, когда я его читал, я его случайно выучил, прочитал. Спасибо. Гость мероприятия – глава, председатель Совета депутатов УЗЖГУТЫ Азнаур Семенов. Очень приятно видеть детей, устремленных к знаниям и традиционному исламу, говорит он. Даже был такой момент, когда отец и два его сына выступали. Это было очень впечатляюще, особенно, когда видишь, когда отец переживает за сына, сын за отца переживает. То есть, благодаря нашему имаму Азамат Хаджи, он наш город, получается, практически район, сплотил в одно единое. Благодаря, если будет чаще эти мероприятия проходить, я, как представитель администрации, во время конкурса сказал, что мы будем тоже помогать им. Участникам постарше, жюри на месте подбирало тексты из последней части Корана, а профессионалам – со всей священной книги. Мероприятие проходило около двух часов до обеденного намаза. После совершения коллективной молитвы в мечети состоялось награждение победителей и людей, которые помогли. Девятилетняя Сумая Хачирова побеждала в конкурсе по ментальной арифметике не только в нашем регионе, но и в Москве. А в конкурсе чтецов Корана участвует впервые. Арабский язык предложил изучать отец, говорит девочка. На конкурсе Сумая заняла второе место. Я прям удивилась, когда сказали «Я Хачирова с Маем второе место». Прямо я так счастливая была. Прямо от счастья плакать хотелось, наверное. Когда назвали фамилию? Да. Ну а в дальнейшем планируешь изучать арабский язык? Да. Идея учить арабский язык пришла к моему папе. Он мне сказал, давай ты начнешь изучать арабский язык. И он меня записал к Али. Я там немного буквы подучила. Потом я перешла к Самире, там заново буквы подучила, правила. А потом я уже начала читать Коран. Я начала с 7 лет. Не так уж и сложно, но там впереди, когда тебя исправляют, где там надо тянуть, где буква какая-то. Там бывало сложно, но уже сейчас легче. В последний раз конкурс чтецов Корана в соборной мечети Узжигуты проходил в 2004 году, рассказывает имам и инициатор мероприятия Азамат Кучетеров. Мы думали, что придут около 20 участников, а их больше 50, что очень радует, говорит один из организаторов и ведущий конкурса Руслан Семенов. Идея была нашего имама, пустала вознаградить его благом за его инициативу, а помогли ее реализовать наши бизнесмены, местные. Это ряд магазинов, которые находятся у нас в городе Узжигута. Да, очень большое спасибо этим ребятам большое. Очень благодарен этим ребятам. Имам соборной мечети номер один Узжигута Азамат Кучетеров вручил сувениры людям, которые оказывают поддержку мечети, а победители конкурса чтецов Корана получили денежные призы. Утешительные приготовили всем участникам. Подарки в номинации «Симпатия жюри» получили несколько детей, а после награждения всех собравшихся ждало угощение. Аладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Узжигута. Член студенческого научного общества Качегу имени Умара Алиева Белла Межаева стала победительницей Международного научного конкурса исследовательских работ. Она представила свой труд под названием «Маяковский поэт на все времена». С победителем конкурса побеседовал наш корреспондент Алихан Лепшоков. Доброе утро, дорогие телезрители. У нас сегодня в гостях победитель Международного конкурса научных проектов Белла Межаева. Доброе утро, Белла. Для начала хотелось бы узнать, расскажи нам, что из себя представляет вот этот конкурс, где ты участвовала и что за работу ты представляла. Мне пришло приглашение от научного общества всероссийского, Future Science, где они пригласили меня поучаствовать в данном конкурсе. И я отправила свою научную работу. Она называется «Маяковский поэт на все времена». И я постаралась поднять очень важные проблемы на данный момент, особенно ситуация с коронавирусом. Очень интересно, почему ты выбрала именно Маяковского и чем он тебе так нравится? Его произведения окликаются ли современностью? Каждый раз, когда я говорю об этой научной работе, люди удивляются, почему здесь Маяковский, почему здесь коронавирус. Я им отвечаю. Маяковский Владимир Владимирович на собственном опыте пережил карантин, то есть он не выходил из дома в течение нескольких месяцев, и он писал стихи все это время. Также Владимир Владимирович по своей натуре был человеком чистоплотным, и каждый раз он мыл руки и обрабатывал их. Я считаю, это очень важно, потому что на данный момент распространяется с высокой скоростью омикрон, и очень важно следить за собой. Также мне понравились очень строки из его стихотворения «Шагай стомиллионная масса в ста миллионах масок». И на данный момент, мне кажется, это очень актуально, потому что складывается такое ощущение, будто писатель чувствовал, что может произойти на данный момент. Я еще со школьных времен изучала его творчество, в принципе, его личность мне очень импонирует. И в какой-то момент я перечитывала сборник его стихотворений, и поняла, что я тоже могу писать стихи, я начала писать стихи тоже, потому что я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься, помимо науки. И благодаря нему я написала такую блестящую статью, я считаю ее блестящей, потому что она очень актуальна на данный момент. И из-за него у меня изменился стиль стихосложения. Я стала писать иначе, я стала писать свободнее. Ну и в завершении, Бала, я хотел бы узнать, есть ли какие-нибудь планы для участия в других конкурсах, и почему тебя так привлекает наука? Я начала работать над проектом, который перекликается с наукой, и я очень хочу подать его на грант. Но пока я не могу рассказать, что это за тема, но я очень надеюсь, что у меня получится ее реализовать. Также из-за того, что я начала свой научный путь недавно, я поставила очень высокие цели в дальнейшем, поэтому я очень хочу поучаствовать в других международных конкурсах, и я очень надеюсь, что в них я тоже стану победителем. Спасибо тебе, Бала, за плодотворную беседу. Желаю тебе успехов в твоей научной деятельности. Спасибо. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программу о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаева-Черкесия с Аллой Динаевой. Хорошего всем дня и встретимся завтра. Продолжение следует... Продолжение следует...